В этом смысле я не совсем понимаю как раз те условные... Я, кстати, не знаю, кто является широкой общественной базой для поддержки этой войны. Я представляю себе, что есть бывшие нынешние силовики, которые считают, что наконец-то мы дорвались и делаем, что хотим, есть проблемы, но мы всегда к этому шли. Я не знаю, какова общественная структура не той пассивной поддержки, когда в главном мы правы или, например, война может не очень, но наша страна должна победить. Я имею в виду такую фашистовую поддержку. Я ее, во-первых, не наблюдаю чрезмерно активно. Как мы знаем, до начала этой войны у Путина никто не собирался у Кремля на несанкционированные митинги и не кричал Путин «Захвати нам Украину». Я не помню такого. Кажется, было скорее обратное движение после 2014-2015 года. Но я не понимаю, тем не менее, как у тех людей, которые все еще готовы по каким-то причинам войну оправдывать или выступать на ее стороне, какой у них ответ на вопрос о том, как должно выглядеть российское победившее общество. Допустим, не дай бог, Путинская Россия в этой войне победит. Как выглядит победитель? Как выглядит тот человек, на которого потом нужно будет равняться? Ну, мы знаем героев Донбасса, Моторолу покойного и прочих персонажей, но сейчас получается, что идеальный россиянин – это такой гибрид, такое ГМО, выведенное из Кадырова и Пригожина. Людей, тотально лживых с преступной психологией, с чрезвычайно жестоких и одновременно чрезвычайно любящих иерархию, которые готовы падать на землю и кричать, что они рабы Путина, но все остальные уж точно принадлежат им. И мне очень тяжело себе представить, чтобы люди хотели, чтобы вместе с этими героями войны росли их дети, чтобы эти правила, которые предлагают Кадыров и Пригожина, если они предлагают какие-то правила, чтобы они дальше по ним писались законы. Кажется, что предполагается, что вот это все произойдет, а потом каким-то образом закончится, и жизнь вернется в нормальную клею, но я не понимаю, откуда берется эта идея, что после них будет какая-то нормальная жизнь. Спасибо.